Привет, друзья! Меня зовут Лошкарев Андрей, это проект Все по-моему настройки. Сегодня у нас 14 апреля 2018 года, чудесный солнечный весенний день, суббота. Почитал ваши комментарии под вчерашним пятничным видео про электричество в коттеджных поселках и решил записать, выдалась минутка, в субботнем семейном дне, выдалась минутка записать для вас видео по поводу газа, потому что про газ я ничего не сказал, с электричеством там вроде все понятно, 500 рублей, плюс нужно заплатить за счетчик и еще кое-какие мелочи, и в общем набегает 20 тысяч рублей. Почитайте комментарии, почитайте кейсы, почитайте истории людей под видео про электричество. Ссылка будет в описании под этим сюжетом или просто вот пятничный сюжет. За 13 апреля 2018 года, пятница, вот в этот день был сюжет. Кстати, во всем интернете сейчас идет просто активное обсуждение того, что телеграмм заблокировали, и все блогеры кинулись это обсуждать, но мы вещаем на тему стройки, поэтому мы не подаемся общему хайповому движению и не ищем пустой популярности, в общем по теме, про газ. По газу следующая история, газ не льготная какая-то категория коммуникаций, которую подключают за 500 рублей. Стоимость подключения газа очень сильно зависит от региона. Я подключаю газ, несколько раз подключал газ, не делал это где-то года два. Два года назад подключение газа в Санкт-Петербурге и Инградской области выглядело следующим образом. Идешь в газовую службу, во-первых, у тебя уже должен быть построен дом, потому что пустые участки, как мне объяснили, не подключают. Я не знаю, как подключают пустые коттеджные поселки или вообще просто вот пустой кусок земли, но в газовой службе, в государственной газовой службе мне сказали, пустые участки мы не подключаем. То есть нужен, чтобы там был уже построен и зарегистрирован дом. То есть от меня потребовали, мне дали список документов. То есть можно просто прийти в эту службу и получить список документов. Список на самом деле несложный, он у всех, все эти документы есть. Там свидетельство о собственности на дом, свидетельство о собственности на участок, ксерокопия паспорта, там какие-то межевые дела. В общем, ничего сложного. Собрать это все можно и, скорее всего, у вас это все уже есть. Для меня было вот открытием, что пустые участки не подключают, что нужен обязательно зарегистрированный дом. И порядок действий следующий. То есть я, когда эти все документы собрал, мне сказали, что нужно проектироваться. То есть сначала мы сделаем проект, потом по этому проекту построим. Соответственно, да, и мне после заявления и сбора документов сказали, что есть техническая возможность или нет технической возможности подключиться. Мне сказали, что есть техническая возможность подключиться и попросили 30 тысяч рублей на проект. Возможно, проектирование зависит от удаленности объекта. У нас газовая труба шла прям вдоль забора. И, по сути, вот дом буквально через 5 метров от нее находился. Вот за такой вид проектирования с меня попросили 30 тысяч рублей. Это государственная структура. На проектирование ушло где-то месяц. Проект был готов, деньги я отдал. И потом с этим проектом, следующим шагом, я должен был выбрать подрядчика, который построит газопровод, который подключит меня к газу. Оказывается, этим может заниматься как государственная структура, так и частные структуры, которые занимаются газом. И я выбрал частную компанию. Не по цене, цена у всех одинаковая. То есть, они, видать, все как бы в одной лодке, все общаются, и у них цена у всех одинаковая. Но у государственной структуры очень длинная очередь. То есть, мне сказали, что жди там несколько месяцев, будет окно, и вот мы тебя сделаем. Плюс, мне бывалые опытные люди посоветовали не делать с госорганизацией, потому что они делают крайне неаккуратно. То есть, если у вас там есть уже какой-то ландшафт, мощение, в общем, они просто вот по-варварски приедут, выкопают, закопают. Опять же, по-варварски это все закопают. Если нужно в стене сделать дырку, они просверлят, как они могут, а не аккуратненько, как вы их попросите. Возможно, на месте можно договориться. В общем, там ребята на своей волне. И такое ощущение, что они вот за какую-то минимальную зарплату, там в 15 тысяч рублей, вот у вас работают и весь свой негатив на вас вымещают. Мне посоветовали, если хочешь, чтобы тебе сделали все аккуратно, иди к частникам, ну в коммерческие организации. Я пошел в такую компанию, мне сказали вообще без вопросов, вот через две недели будет окно, можем тебе сделать. Взяли у меня проект и по этому проекту сделали смету. Так вот, в Ленинградской области два года назад, это 2016 год, подключение дома, когда газ идет по улице буквально 5 метров, стоило 220 тысяч рублей. Я, если честно, я смотрел на эти цены, что у них там метр выкопать канаву стоит 10 тысяч рублей, когда у нас даже, вот в моей компании это стоит какие-то там 300-500 рублей, если нанять вообще какого-то гастарбайтера, то это вообще там 100 рублей стоит, но у них там цены какие-то вообще нереальные. Я понимаю, что им всем нужно там делиться, и они сидят на хорошей, на хорошей такой теме газовой. В общем, фиг с ним, спорить бесполезно, выбора нет. Лицензированные компании, ты должен это делать только в лицензированной компании, и ценник у них у всех одинаковый. В общем, вот у меня 5 метров трубы, напротив, прямо труба идет вдоль дороги, вдоль забора дома, за 220 тысяч рублей подключили. Такая же история, только не такая же история, подключение газа, вот, например, в Крыму, у меня была история с Крымом, в Крыму стоило 30 тысяч рублей, и там везти надо было гораздо больше, то есть там через дорогу надо было газ провести, и по участку достаточно далеко, метров 15 провести. То есть я увидел, что вот это ценообразование, оно очень сильно зависит от региона. Там в Крыму, не знаю, люди там победнее, наверное, им по 30 тысяч рублей. Да, в Краснодаре был опыт, там тоже стоило в районе там 35-40 тысяч рублей подключение в одной из деревень. Но вот о Санкт-Петербурге это стоит 200, может быть в Москве это стоит миллион, я не знаю. В общем, друзья, чтобы не затягивать видео, суть вы поняли. Газу подключают, но это история бюджетом где-то от 250 до 300 тысяч рублей. Вот, у меня сейчас клиент, мы ему построили объект, он сам занимается газификацией. У него бюджет примерно 300 составил. Вот на все, на проектирование и на ведение газ у него идет вдоль дороги. По срокам, по срокам это занимает примерно где-то в районе от 6 месяцев до года. Дело в том, что проект, проект вы должны согласовать в разных службах. И это согласование занимает много времени, сложности не возникают, службы там не требуют денег, там неких проблем нету, просто долго. Службы принимают в один и тот же день, в одно и то же время полчаса или час. Вот, например, у меня была такая ситуация, что все те организации, в которых, государственные организации, в которых я должен был согласовать проект, они работают только во вторник, только в 2 часа и только 1 час. Причем они находятся в разных местах. И получалось, что они берут на согласование ровно неделю, но и согласованный проект тебе выдают где-то часа в 3. И получается, что я приезжаю в одну организацию, сдаю, они мне подписывают, я забираю через неделю, но уже время упущено. В этот день я уже не успею доехать до другой, я жду неделю. И вот так у меня просто вот сильно растянулось вот это согласование проекта. Да, пропустил этот шаг, что проект нужно согласовать в разных службах. Там местных, у электриков, у, как же они называются-то, хозяйственная служба, которая обслуживает район. В общем, придется побегать, поездить, но это как бы не денежный вопрос, это чисто временной. Вот, друзья, так что читайте. Если у вас есть какие-то ваши истории, что вы уже подключаетесь или вы подключились, расскажите, пожалуйста, о своих кейсах, своих историях, комментариях, чтобы люди почитали, посмотрели, что творится с газом по цене и по срокам и по процедурам, вообще по России. Меня смотрят люди из разных регионов, вот расскажите, как это у вас выглядит, не поленитесь. Пусть эти комментарии служат для людей руководством к действию или хотя бы информационной справкой. На сегодня это все, всем желаю хороших выходных. Сегодня у нас суббота, 14 апреля 2018 года. Все обсуждают закрытие, блокировку телеграма, говорят, что за ним последует и YouTube, и вообще нам всем тут гайки затянут. В общем, я думаю, что не стоит на это тратить время. Прекрасный день, лучше заняться чем-нибудь с семьей более приятным, чем сидеть в интернете, смотреть ролики про телеграм и обсуждать, что нас всех тут заблокируют. Живите, кайфуйте. Пока, друзья. Будьте умными назло всем бракоделам. Увидимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова